Всем привет! Меня зовут Анастасия Кадетова. И вот какие у меня для вас сегодня новости. Депутат Госдумы призвал наказать Аллу Пугачеву. Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную. Тем временем администрация Омской колонии прячет от адвокатов политика Владимира Карамурзу. Он находится в больнице, но о его состоянии ничего не известно уже пять дней. Очень тревожная ситуация с Владимиром Карамурзой. Уже пять дней, по словам администрации колонии, он находится в тюремной больнице в Омске. И все это время к нему не может попасть адвокат, чтобы достоверно узнать, что с ним. Хотя бы увидеть, в каком он состоянии. Сегодня в четвертый раз адвокаты заставили сначала ждать, а потом заявили, что приемное время вышло. Карамурза – один из самых известных российских политзаключенных. В Кремле его считают личным врагом за содействие с санкциям против окружения Путина. Карамурза приговорен к 25 годам по делу о госизмене. Он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах. А расследователи Bellingcat доказали, что за ним ездила та же группа отравителей с ФСБ, что и за Алексеем Навальным. Также сегодня в Москве Басманный суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Она объявлена в розыск. Комментируя эту новость, Юлия написала, что главное – это то, что Путин убийца и военный преступник. И что его место в тюрьме в России, в камере 2х3 метра, в такой же, где он убил Алексея. Еще одна новость, которая откровенно злит. С начала месяца компания Apple удалила из Apple Store уже 12 приложений с VPN. Так компания реагирует на запросы из Роскомнадзора и добровольно помогает государственной цензуре. Хотя, имея капитализацию в несколько триллионов долларов, без офисов и сотрудников России, Apple могла бы посылать цензоров куда подальше. Владимир Путин сделал миллиардером своего бывшего адъютанта и его семью. Дмитрий Миронов долгие годы был приближенным Путина и выполнял его личные поручения. Со временем Миронов стал кадровиком Кремля. Он возглавлял комиссию, которая предлагает чиновников на те или иные должности. С 2016 по 2021 годы Миронов был губернатором Ярославской области. Разумеется, тоже по назначению своего покровителя. Но и это не все. Как выяснили важные истории, в 2015 году брат адъютанта купил долю в подрядчике «Газпрома» техноспецстрое. Спустя пять лет он уже был единственным ее владельцем и заработал миллиарды на строительстве силы Сибири и других проектах. Также в дочке «Газпрома» работают его жена и бывший заместитель. Опять рядом с Путиным оказались удивительно талантливые и удачливые люди. Тем временем жители Волгограда требуют завести уголовное дело на мэра города Владимира Марченко. Они записали видеообращение к главе СК Бастрыкину. За все эти страшные события и гибель людей всю ответственность несет Марченко Владимир Васильевич. В обращении люди перечисляют целый ряд крупных аварий на объектах коммунального хозяйства города. А последней каплей стала трагедия 6 июля. Тогда на канализационной насосной станции произошел взрыв газа. В результате два человека погибли, еще трое пострадали. Частично обрушилось здание станции. Несмотря на заявления чиновников, что авария не повлияет на водоотведение, несколько районов Волгограда остались без воды. А в соседней Ростовской области, городе Батайске, сегодня полыхал четырехэтажный дом. Площадь пожара составила более 600 метров. Произошло обрушение крыши. Вот на этом фото видно, что пострадали десятки квартир. Причина возгорания пока неизвестна, также не сообщается о пострадавших. При этом спасателям удалось вынести из дома несколько животных, как минимум трех котов, хомяка и шиншиллу. В Калининграде задержали ректора университета имени Эммануила Канта, Александра Федорова. Задержана также его заместитель Елена Мялкина. Их подозревают в хищении 18 миллионов рублей. По версии следствия, они издавали приказы о примировании работников университета, а потом просто забирали у них эти деньги наличкой. На этой фотографии то, как проходил обыск, действительно вызывает вопросы. Такое количество налички в кабинете у ректора. Интересные события происходят в Кабардино-Балкарии. Там, в Эльбрусском районе, задержали 10 человек, которые организовали шариатский патруль. Они находили на улицах людей, которые неправильно себя вели и сбивали их палками. В результате таких нападений пострадали не менее 14 человек. И, конечно, их правильно задержали. Но нельзя не отметить, что в росте экстремистских настроений виноваты сами же власти. Например, пару лет назад в Кабардино-Балкарии школьника избили за видео, в котором он не смешно шутил над Кораном. За избиение никто не ответил, а вот школьника вызвали в духовное управление мусульман и заставили на камеру извиняться перед Аллахом. Депутат Госдумы Черепаха-Люб Алексей Журавлев выступил с предложением признать Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить ее всего имущества. По мнению депутата, певица дискредитирует российскую армию. Сегодня Пугачева опубликовала в Инстаграме пост с фотографией раненого ребенка в киевской больнице. В подписи к фото высказывание о том, что у терпения Бога есть предел. Что же касается Журавлева, то он просто мелкий жулик, который лишний раз хочет похайпить на имени великой артистки. Вряд ли его слова напугают Пугачеву. Пару лет назад, после признания Максима Галкина иноагентом, она сама призывала Минюст наделить ее таким же статусом, поскольку солидарна со своим мужем. А главная доносица интернета Екатерина Мизулина ополчилась на группу Кис-Кис. Она пишет, что музыканты выступили против СВО и призывали выходить на протесты. А теперь маскируют свои концерты под выставку кошек. Мизулина обратилась в Генпрокуратуру. Украинский дрон атаковал электроподстанцию маслодельного комбината в городе Суджа в Курской области. Губернатор пишет, что никто из работников предприятия не пострадал. Чуть ранее беспилотник атаковал заправку в том же районе. Тогда ранение получил один из водителей. Но защитить мирных жителей на приграничных территориях власти не могут и не хотят. Даже на защитные сооружения там тратят сильно меньше, чем, например, в Москве. С начала войны в столице и в Подмосковье потратили на убежище в 10 раз больше денег, чем в прифронтовых областях. При том, что, конечно, Москва страдает от атак заметно меньше. Сегодня в Москве прошли переговоры Путина и индийского премьера Моди. Последний, в том числе, попросил Путина вернуть на родину завербованных на войну индийцев. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на источники. Известно, что на войну отправились около 100 индийцев. Некоторые из них подписали контракт с российским Минобороны под давлением или обманом. Двое из них погибли. Граждане Индии вернутся домой. И слава богу, при этом российских мобилизованных и их семьи Путин игнорирует. Буквально вчера в очередной раз женщин задерживали перед зданием Минобороны. Куда они пришли требовать встречи с министром Белоусовым? Такие сегодня новости. Спасибо, что досмотрели их до конца. Если вам понравился этот выпуск, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий или поделитесь этим видео. Сейчас на экране вы увидите имена наших спонсоров на Патреоне. Каждому из них мы очень благодарны за возможность просто продолжать нашу работу. Ссылка на Патреон указана в описании. Сделайте нам разовое пожертвование или подпишитесь на регулярные, если хотите и можете, конечно. Всем пока. Увидимся с вами завтра. Редактор субтитров А.Семкин